здравствуйте уважаемые представители знака зодиака козерог общий астрологический прогноз на август 2023 года август очень важный насыщенный месяц здесь два полнолуния которые также являются супер луниями самая суперская супер луния будет в августе 31 числа это самое большое полнолуние 2023 года называется она голубая луна а первая супер луния будет 1 августа называется но осетровая полнолуния то есть 1 и 31 обрамляет месяц 2 полнолуния 1 полнолуния в водолее второе в рыбах посрединочки месяца 16 числа 16 августа новолуния то есть два полнолуния посрединке новолуния кроме того месяц насыщенный ретроградными энергиями во первых венера весь месяц ретроградно как и в июле с 23 июля в весь август венера ретроградно во льве также становится ретроградным меркурий 23 августа в знак из диака дева и ретроградным становится уран в тельце вот такие энергии мощные теперь обо всем подробнее и по порядку 1 полнолуния в вашем втором доме она называется осетровая луна осетр эта рыбка очень дорогая мне очень классная дорогая икра поэтому для вас это реально приплыв знаете вот как много рыбы как будто вы наловили дорогой рыбы и у вас полнолуния как раз и в доме денег в доме заработков ваших личных средств то есть вы реально наловили очень много рыбы и самое главное что она вам идет впрок за в запасы можете отложить денежку какую-то можете сделать деньги на деньгах то есть это не просто какой-то заработок а заработок который дает вам еще прибыль дивиденды возможно вы сможете сделать какой-то вклад конечно у всех по-разному кто-то просто откладывает деньги они сами по себе кто-то относит деньги на депозит кто-то вкладывается какое-то дело в чей-то стартап может быть в свой стартап в свое дело вкладывать покупаете себе что-то нужное необходимое вам для работы это вклад который потом принесет вам заработок полнолуние денежная бывает раз в году поэтому обратите внимание на 1 августа конечно может проигрываться уже и в июле эта тема особенно по ретроградной венере вам могут и возвращать долг и возвращать долги вот есть у вас какой-то приплод финансовый я не знаю на чем вы это сделали как вы это сделали но вот реально держите эту ассоциацию как будто вы в своем пруду размножили рыбу мало того что размножили так еще и рыбка из икрой то есть еще 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 будет в геометрической прогрессиям конечно же всем этого желаю уважаемые козероги кто трудился тот получил полнолуние всегда легко предсказывать потому что она дает то над чем вы работали полнолуние это всегда кульминация поэтому вы так знаете в каком вы сейчас русле что вы сейчас делаете вот это и будет кульминировать конечно во втором доме полнолуния может принести и опустошение кошелька но именно такое полнолуние дает вам не просто какие-то растраты это не марнотратство это не деньги на ветер это вклад в что-то я не знаю кто-то в криптовалюту может вложиться по водолею какие-то новые деньги какие-то новые идеи какой-то онлайн проект интернет бизнес вот сюда либо какую-то технику не знаю может быть вы приобретете не знаю может быть я например кстати поэтому полнолунию смогу себя приобрести например новый микрофон то есть что-то что-то вы вклад делать то есть это принесет вам деньги вы знаете что потом это даст вам деньги то есть вы и так на этом заработали на чем-то подобном и еще 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 в общем то конечно полнолуния бизнесменов полнолуния рыбаков тех кто не боится потрудиться не боится запачкаться не боится устать утомиться потом все получится вы знаете что здесь так вот хорошо хорошо рыбу наловить то потом в принципе можно на райском острове будет отдыхать и вообще жить за счет собственных накоплений кто-то из вас возможно откладывают себе деньги на пенсию сами себе создаете уже вот свой пенсионный фонд и до денег здесь очень много ребята вообще в августе много денег у вас я вас конечно же с этим поздравляю не только ваших личных то есть полнолуние это про ваши личные заработки у вас много денег вы может быть много куда-то вкладываете а вот новолуния 16 августа это про деньги вашего партнера если у вас есть партнер муж жена то и у них зарплата повышается то и у них много денег становится они вам могут помогать и это речь может идти о совместных капиталах совместные капиталы новые совместные капиталы кто-то из вас давно живет вместе но не было вас общего бюджета начнете его ввести кто-то съезжается и сразу начинает вести совместный бюджет с любимым человеком уж замечаете что да один плюс один получилось 3 да то есть вроде бы сложили до зарплаты а получается что стали богаче в три раза вот здесь положительный эффект имеет соединение с кем-то слюбление шлюп здесь может быть у вас и шлюп и брак может быть но тема больше денег конечно может быть у кого-то брак принесет больше денег или вы как-то я не говорите то что по расчету соединяйтесь в пару это как положительный бонус до полус плюс к тому что вы соединяете с кем-то в пару начинаете жить с кем-то вместе и как бонусом обнаруживаете что вы становитесь богаче кстати это хороший показатель показатель того что человеку ваш это тот факт что связь с ним дает вам много энергии и вы на этой энергии больше зарабатываете то есть если вы встречаетесь с человеком и у нас так вдохновляет что вы воодушевляетесь вы оптимистичнее вы радостнее вы приветливые конечно вас и больше денег где бы вы не работали даже если вы работаете на кого-то вам могут премию и повышать скорее когда вы в таком в позитивном ключе а позитивный ключ у вас откуда от того что у вас любовь приятная дарящая вам счастье радость восьмой дом интимные отношения то есть вы удовлетворены по всем фронтам до вас есть любовь поэтому и работа у вас лучше и поэтому денег у вас больше если вы работаете на себя то же самое вас вдохновляет любовь вы спокойно у вас закрыт закрыта потребность там закрыт у вас основной инстинкт вы спокойно занимаетесь себе работы вас уже не отвлекают до терзания тела не отвлекают от думания на работе поэтому и работаете лучше и зарабатываете лучше так что здесь кто думает соединяться в пару по страсти особенность вас страсть можно на этом основании съезжаться жить все-таки восьмой дом это страстный дом и он влечет людей друг другу да то есть может быть у вас такое что так вот совпадет до что совпадут тела совпадут бюджеты и вдруг обнаружите что все супер классно кстати может быть у вас еще и иностранная валюта как-то будет участвовать может быть вы будете зарабатывать больше с мира деньги в иностранной валюте будут приходить от из других стран а может быть конвертируете вы решите что вложиться в валюту вот я вам говорила уже криптовалюте но здесь может быть любая другая иностранная валюта в которую вы думаете что хорошо было бы вложиться чтобы держать деньги именно в этой валюте тоже такая тема может пройти здесь страстные отношения у кого-то из вас ребята по ретро венере вы знаете этого человека я не думаю что у кого-то прям новая страсть скорее возвращение по ретро венере может быть вы разъезжали съезжаете по какой-то причине ваш возлюбленный либо возлюбленная были от вас на расстоянии добровольно уезжали принудительно добровольно-принудительно в общем здесь не будем разбирать по какой причине вас не было интимного контакта здесь он появляется скорее точнее не скорее но 90 процентов что-то тот же самый человек все-таки на ретро венере и на ретро меркурии и на ретро уране ребята это бывшие кто хочет новой любви то конечно вам уже тогда ждать 2 половины сентября это для тех кто хочет новую любовь август и первая половина сентября это про те отношения которые уже складываются здесь судьба дает второй шанс людям которые может быть даже совсем расставались расходить расходились разъезжались 2 и 3 а может быть и 9 и 10 потому что у вас 23 августа солнышко в девятом доме и ретро меркурий в девятом доме девятый дом это дом 2 удачного шанса вообще во всем во всех сферах жизни но главным образом конечно в любви девятый дом что это это второй по счету брак супружества не факт что за сакс далеко не факт но вот вторые серьезные отношения это венчание по девятому дому идет или брак с иностранцем или брак за границей то есть когда вы иностранец вообще по девятому дому бывают очень разные ситуации это может быть так что вы иностранец ваш человек иностранец и вообще в третьей стране оба иностранцы в общем здесь сейчас очень сложно говорить и я знаю что многие из вас меня слушают вы почти все эмигранты давно недавно переехавшие на время навсегда поэтому про девятый дом мне очень трудно всегда говорить очень сложно говорить потому что в основном на моем канале люди граждане мира такие вот объединяющие мир люди ну вот да что то здесь такое по теме иностранного а также это может быть венчание то есть какой-то духовный союз религиозное соединение типа инициации в пару дальше это второй до удачный шанс то есть либо этого старый брак либо вы вот этим человеком уже вы говорите да 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 я уже в таких отношениях но тогда если вы расставались вновь соединитесь потому что в тот же самый день когда солнышко заходит ваш девятый дом меркурий становится ретроградный в том же самом девятом доме поэтому это возврат бывших особенно это конечно актуально для девочек козерогов потому что солнце это мужчина и меркурий в принципе мужчина ну меркурий это скорее мальчик вечно юноша он такой двуполый но все-таки актуальнее для девушек что девушки к вам возвращается ваше солнце ваш мужчина ну и для мужчин козерогов если меня слушаете тоже конечно может быть если ваша Девушка Солнце, то есть она яркая, она активная, она позитивная, она проявленная, она больше нацелена на работу, на карьеру. Девушка Солнце, как правило, девушка, у которой нет детей, либо как-то они очень самостоятельно недавно уехали, это бизнес-леди. Девушка, которая сама себе, в принципе, сами с усами. Девушка по карте Таро Девятка Пентаклей, самостоятельная, полноценная земная богиня. Вот если у вас такая девушка, то к ней возвращайтесь. Всё-таки здесь в любом случае идёт инициатива от мужчины, потому что это Солнце переходит в Девятый дом. То есть здесь такой момент, что инициатива всё равно от мужчины, а девушкам важно обратный ответ по ретро-Венере, то есть давать ответ на инициативу мужчины. В общем, что тут ещё может быть по Девятому дому? Вдруг какой-то иностранец к вам объявится, проявится. Иностранная валюта, может быть, иностранные клиенты. То есть всё, что связано за границей, может к вам возвращаться повторно. Переделка документов с иностранных каких-то виз, загранного паспортов. Переделывать. Подавать документы на оформление впервые не стоит. Здесь переделывать только. Не знаю, может, вам нужно кому-то подтвердить диплом, например, по таким транзитам. Может быть, нужно будет переписать, пересмотреть, перепроверить. Конечно, ретро-Меркурия – это просто классика жанра. Всегда на ретро-Меркурии вообще всё перепроверяем. Считаем деньги, не отходя от кассы, особенно если у вас валюта. Перепроверяйте, правильно ли вам сделали конвертацию. Я хочу напомнить вам, уважаемые газировки, что, конечно, это общий городсков. Для заказа своего личного, опроситесь ко мне лично, номер телефона указан в описании под видео в комментариях и также на вашем экране сейчас. Хочу сделать акцент на том, что данный месяц – это месяц мудрости в любом случае. Вы многое узнаёте, многое постигаете. И также вы можете встретить гуру своего. Но, опять-таки, по ретро-Меркурии, по ретро-Венере, скорее всего, своего гуру вы уже знаете. И вам следует обращаться к тем специалистам, к которым уже обращались до 23 августа. Можно и к новым. Но, скорее всего, вы обратитесь один раз и потом ещё раз повторно обратитесь. Буду рада, если вы так обратитесь ко мне. Кстати, хотела вам показать ещё вот эту карту Таро. Это, конечно, не карта Таро, это сборник. Карта Таро очень интересная, надеюсь, меня не заблокирует. Здесь все положительные карты собраны вместе, ребята. Это просто как, знаете, медитация на максимум положительности. А действительно, месяц максимально насыщенный разными положительными энергиями. Я тоже делаю Таро-расклады, ребята. Вообще помогаю всячески, как могу. Часто у меня сходит, не сходит на меня яснознание. Это случается само по себе произвольно. Специально я этим не занимаюсь. То есть, мои основные инструменты всё-таки астрология, Таро, нумерология. Все остальные дополнительные моменты возникают в процессе работы. Поэтому обращайтесь, буду рада вам помочь. Любой ваш вопрос, любой запрос. И теперь переходим к самому интересному. Что происходит у нас в месяце августе. На самом деле, ну, все события интересны. Конечно, нельзя сказать, знаете, что одно интереснее, другое менее. Нет, все очень важны. Но для вас очень важен в этом месяце переход Марса в весы, потому что это ваш десятый дом. А десятый дом, это символически и есть дом Козерога. Вот, смотрите, 27 августа Марс переходит в ваш дом карьеры. И дальше он будет в этом доме до 12 октября. Кто нацелён на работу, на карьеру, это будет максимальный пробивной период, когда вы можете и повыситься. И прям вот своими усилиями, да, то есть не ждать, когда начальник придёт, а попросить, попросить, попросить зарплаты. Особенно тех, кто где-то работает в государственных учреждениях, потому что десятый дом — это дом каких-то структур. А Марс — это вообще воин, да. То есть человек, который по-боевому пробивается в карьерную лестницу, у него так быстренько, да, он по ней, как по пожарной лестнице, пожарник сбирается. У кого-то здесь социальный лифт, то есть не обязательно, что это именно карьера. Нет, может быть, вы в целом по жизни взрастёте, подниметесь. Эффект Золушки здесь. Десятый дом, замок Марс. Конечно, это не Золушка, это мужчина, но если вы горячая такая девочка, то, в принципе, да, если вы амазонка, Венера во Льве, то, конечно, пробьётесь, пробьётесь. Правда, здесь эффект того, что вы можете реально пробить какие-то вот потолки. Пробраться бегом по лестнице, подняться на лифте. Да вообще, знаете, не работает лифт по бегу. Закрыта лестничная площадка, вообще, не знаю, там, вы подниметесь, да, как скалоласываете в Козерок и Десятый дом, дом горы, подниметесь, да, на подъёмном кране. В общем, здесь вы просто максимально пробиваетесь к свершинам успеха. И вообще по жизни в целом, ко всем вашим целям вы устремляетесь, собираете все свои сферы жизни так, чтобы было успешно по всем фронтам. Ну, а ещё у нас в этом месяце Любовь. Любовь. 29 августа у нас Уран становится ретроградным. И тоже это важный ретро, видите, снова ретро период важный, продолжительнейший. Уран становится ретроградным 29 августа. А в директное движение снова поворачивает только в 24 году, 27 января. То есть, уважаемые козероги, вы все будете встречать свои дни рождения на ретро-уране. У вас у всех в соляре будет ретро-уран, да, потому что только 27 января он разворачивается в директное. Вот этот период, то есть то, что начнётся 29 августа, он и продлится у вас до ваших дней рождений. Это всё, что касается Пятого дома. Пятый дом — это дом любви. Ретро-темы по Урану — возврат любви. Ретро-Венера — возврат любви. Ещё раз подчёркиваю, что, уважаемые козероги, всё-таки здесь должна говорить кого-то огорчу, кого-то обрадую. Любовь прежняя. Любовь — возврат к возлюбленным. Это не значит, что у вас не будет, может быть, каких-то новых романов, но, имея выбор, вы будете выбирать того же самого человека, с которым вы были раньше, по Пятому дому. С кем у вас было больше всего романтики? Кто вам признавался в любви? Кто вас больше всего любил? К тем вы будете возвращаться. Ретро-Уран, он уже не раз был в вашем Пятом доме. Вообще Уран в вашем Пятом доме. С 2018 года, хотя напомню вам, что это общий прогноз в вашей личной натальной карте. Может быть, это и не в 2018 году Уран зашёл, а когда-то там позже. То есть всё зависит от личного гороскопа. Сейчас вы слушаете общий, учитывайте. Но тема эта не нова. Вы этого человека уже знаете, по Урану кто он может быть. Астролог он может быть по Урану. Какой-то другой учёный. Человек, связанный с воздушными стихиями, с воздушными энергиями, с цифрами работает, с большими какими-то датами, крупные какие-то объёмы информации перебирает. Текст, 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 текст или цифры, цифры, цифры. Он может работать где-то вообще за компьютером. Человек работает по Урану. Что он там делает? Какие-то глифы, иероглифы, какие-то счета. Это может быть и бухгалтер, это может быть и программист. Это может быть и любая деятельность. Здесь этот человек, вы его должны уже знать. Он, кстати, может быть, у вас с ним отношения больше по переписке, больше онлайн, нежели вживую. У вас с ним может быть разница большая в чём-то. Может быть, вы живёте в разных странах. Может быть, у вас разница в возрасте по Урану, по 11 дому, разница 11 и более лет. Разные поколения. Может быть, разговор какой-то у вас на разных языках, разные идеи, разное мировоззрение, разная религия. Или вообще вы верующий, это человек атеист. Какая-то разница у вас есть. И любовь такая очень высокая, Афродита Урания. Конечно, это мощнейшая любовь, альтруистичная любовь. Любовь по страсти и по нежности. Любовь такая сочетается и безудержные огненные энергии по пятому дому по льву, и высокие воздушные эфирные энергии по Урану по 11 дому. Сочетание пятый и одиннадцатый дом. То есть любовь одновременно и страстная, ревнивая, эгоистичная, желание владеть человеком. И в то же самое время свобода. То есть будь свободен, будь счастлив со мной или без меня в то же самое время. Понимаете? То есть вот такие энергии. Да, это американские горки может раскачивать. Вас может раскачивать от желания обладать человеком. Чуть ли не как вещь по пятому дому. Трофей. Это же лев, это же царь. До того, что молиться за этого человека и желать ему вот просто свобода. То есть сочетание льва и водолея – это всегда, ребята, лев с крыльями. Или как будто лев и ангел. Старший аркан Таро – сила. Здесь, конечно, его нет. Есть нарисована звезда по водолею. То есть одновременное желание обладать партнёром и давать ему свободу. Как это сочетать? Ну вот задача кармическая, конечно, у вас стоит. И смотрите, какой длительный этот период. То есть в любом случае вы вот эту тему всё продолжаете, вот таких отношений. Но здесь отношения становятся гармоничнее, потому что ретро-уран, он не такой, как в прямом движении уран, не такой активный. То есть здесь отношения вот такие становятся спокойнее, уравновешеннее, сбалансирование. Вам действительно получается выйти на какой-то уже оптимальный вариант, на серединку, на баланс. Баланс скорее 60 на 40. Чего больше, альтруизма или эгоизма, может быть по-разному. У вас, например, больше эгоизма, у вашего партнёра альтруизма, как пример. И это долгое время, да. То есть любовь у вас ретроградная, ребята, ну смотрите, ещё и все ваши дни рождения в этой же самой ретроградной любви. А если и день рождения на ретро-уране, значит и весь следующий год тоже, скорее всего. Ещё раз подчеркну, это не исключает того, что у вас какие-то поклонники есть, это не исключает того, что вы, может, с кем-то даже ещё общаетесь. Да, ну вы выбираете сердцем, а сердце ваше с тем, кого вы уже знаете. И 31 августа у вас полнолуние в третьем доме, здесь может быть много новостей, много нового. Потому что ретроградный Меркурий, я вам, конечно же, не рекомендую приобретать новые автомобили. Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября. Хотя, да, полнолуние в доме третьем может хотеться, но здесь лучше продать автомобиль. Кстати, и другую технику. То есть всё автоматическое, всё, что кружится, имеет колёса. Поэтому не покупайте стиральных машин, продавайте старую, не покупайте посудомоечных, продавайте старую. Ну и какая-то другая техника. По третьему дому у нас тут и ролики, и коньки, и лыжи, и велосипеды, и сноуборды, и скутеры, мопеды. Третий дом – это дом всего, что движется. Не покупайте ничего нового, продавать можно на ретро-Меркурии. Особенно не покупайте автомобиль, потому что всё-таки и Меркурий автомобиль, и третий дом – это, точнее, Дева – это знак автомобилистов. Ну вот здесь, конечно, те, кто автомобилист, им будет сложно удержаться. Вообще по Меркурию в Деве и по Солнцу в Деве прям какое-то желание коллекционировать. Может быть, желание коллекционировать ретро-автомобили. Может быть, желание, чтобы был новый и старый автомобиль. Особенно кто в теме. Кто не в теме, то для вас как бы ни о чём. Но кто в теме автомобильной, тот знает, о чём здесь речь. Если вы занимаетесь чем-то иным, что связано с инструментами, то же самое. Лучше не покупать новые автомобили, опять говорю про автомобили, новую технику. То есть если вам нужно гитару, например, фортепиано, ещё какие-то, компьютеры тоже не покупайте, телефоны тоже не покупайте новые. Хотя здесь будет такое желание чуть ли не три телефона иметь. Не знаю, зачем они вам, но вот прям желание какое-то, может, коллекционировать захочется, что-то такое, ретроградная техника какая-то. Ну, может быть, если у вас тем более есть такая страсть, она может быть у вас по Урану в Пятом Доме, у вас может быть страсть к коллекционированию чего-то. Может заработать старый телефон, старый компьютер, старый автомобиль может завестись по таким транзитам. Тоже можно перепроверить, ну, естественно, с осторожностью. По ретро-меркурию и по полнолунию в Третьем Доме, здесь, конечно, осторожнее, если вы играете в какие-то такие игры с деньгами, на деньги лучше не играть. Есть опасность какого-то шулерства и мошенничества, к сожалению. Поэтому не идите сами на такие рискованные сделки. На куплю-продажу рискованную лучше, конечно, остерегаться. Торговцев в негативном значении лучше обходить стороной. Много новостей в конце месяца, и может быть на руки получатся какие-то документы, которые давно не приходили к вам, а также могут вернуться долги, не только финансовые, еще какие-то долги. Может быть кто-то, не знаю, карточку у вас вашу занимал, вернет. Может быть разная история. Ключи, дубликаты ключей, что-то еще такое тоже можете делать. Переезжать в новое место, арендовать квартиру я не рекомендую в третьей декаде августа. Ну и, конечно же, самое главное, не летайте на самолетах в третьей декаде августа. Самые опасные дни для полетов на самолете — это развороты урана. И уран статичен еще долго до и долго после своего разворота. Поэтому самый опасный день для полетов — это 29 августа. урана, но также 5 дней туда, 5 дней сюда — это статика уже. Уран статичен — это как, знаете, состояние перед грозой, когда накалена атмосфера. Либо, кто знает, когда волосы электризуются, вот так вот стоит все. То есть это статика. Статика урана, она нехороша вообще для полетов абсолютно. Да у нас еще и полнолуние, суперлуние, голубая луна, самое большое полнолуние 31 августа и ретро-меркурии. Так что третью декаду лучше не летать совершенно на самолетах. Кто планировал планировать, не планируйте. Забудьте. И про какие-то мелкие аэропланы тоже это не рассматривайте. То есть легкий такой транспорт, воздушный тоже нет, и парашюты тоже нет. Да даже я вам тут не рекомендую на каких-то там американских горках не катайтесь. На каруселях вот этих вот воздушных тоже лучше не кататься. То есть даже детские такие батуты тоже лучше исключить. Не прыгать. Третью декаду августа, самый опасный день 29 августа. Может быть вы, если куда-то путешествуете, недалеко в таком случае, ненадолго, просто в гости, и в гости к тем людям, которых вы уже знаете, в новые места или менять абсолютное место жительства. Я не рекомендую. Уважаемые козероги, могу говорить бесконечно, чувствую, что что-то еще не сказала, не знаю что. Так что следите, пожалуйста, за моими выпусками. Я буду дополнять, даст Бог, буду дополнять всю информацию, которая необходима вам для полноты картины. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, если еще не подписаны. Заказывайте свои личные гороскопчики, здоровые складики. Пишите добрые, светлые комментарии под этим видео. И будьте счастливы. Всех благ, всего доброго.